данная реальность это формат жесткой двойственности и дуальности то есть когда присутствует деление на два на самом деле это иллюзия деление надо но тем не менее здесь в данной реальности это очень жестко ощущается и проживается то есть деление на то что есть я и мир я и реальность я и люди я и бог и так далее и именно в этой двойственности как говорится берут начало свой исток все страдания все перипетии то есть с одной стороны так должно быть потому что это есть некий формат некий алгоритм самой спящести самого информационного сна но назначение этого сна не случайно сон должен побудить человека к пробуждению а как он побуждает посредством сдавливания до то что я называю жернова матрицы и замысел бога не может быть понят когда человек обусловлен менталом и обусловлен своим мышлением потому что фактически он в плену этого мышления он в плену своей собственной ментальной парадигмы и по факту ничем не управляет а именно парадигма управляет им то есть такова функция персонажных программ я здесь хочу кое-что прояснить дело в том что если человек просто будет слушать и воспринимать на слух что вот надо куда-то двинуться надо куда-то разотождествиться то это ничего человеку не даст почему потому что он будет придумывать себе как выглядит этот образ куда-то двигаться с чем-то разотождествляться то есть фактически он будет находиться в ментальной активности они в сущностной правильно то есть для того чтобы обнаружить сущностное состояние сущностную частоту человек должен установить состояние наблюдения наблюдения за собой за собой тем который думает за собой тем который делает выводы за собой тем который действует и говорит молчит или там неважно поет песни то есть один или не один человек должен находиться в в состоянии наблюдения за своим мышлением, за своими персонажными программами, за собственной личностью. И самый главный аспект, он не должен находиться в том состоянии, когда, так, а где я сейчас? Вот я сейчас на улице или я дома? Ага, а что я сейчас делаю? Ну, я там, допустим, грущу, или я думаю, или я планирую. Это человек внутри, да, он абсолютно поглощен персонажностью. Должен быть некий такой уровень и некая координата присутствия, когда человек одновременно и является этим персонажем, и одновременно в состоянии отслеживать, что с этим персонажем происходит, как бы нейтральным взором оглядывать и охватывать все эти перипетии, да, связанные с персонажем. Тогда появляется фактор затождествления. То есть я повторюсь, что человек не должен идти во что-то, в какую-либо цель посредством идеи, потому что тогда он начинает это представлять. Когда он начинает это представлять, в дальнейшем он проваливается вот в эту представительскую частоту, да, образную, и пытается из этой образности судить о чем-то потом, впоследствии, сравнивая. И это уже получается артельно-опрасный труд. То есть, допустим, я тебе или кто-то тебе расскажет, слушай, сходи, посмотри, это классный фильм или классная книга, почитай. Ты начинаешь смотреть фильмы, читать книгу и думаешь, боже мой, а что здесь такого интересного? И что этот человек там увидел? А потому что увидел не тот человек, а увидела парадигмы этого человека, который им управляет. И согласно парадигме того человека, ему это интересно, важно и ценно. А у тебя такой парадигмы нет. Да, и тебе это не важно и не интересно. Но это такой пример. Он достаточно матричный, потому что здесь присутствует множество. А ведь на самом деле мы начали с того, что замысел Бога каким образом познается? Когда человек выходит на координату изначальной своей природы. То есть, что это значит? Когда, во-первых, он устанавливает наблюдение за мышлением, он устанавливает наблюдение за персонажем себя, тем самым запускается разотождествление, и тогда человек выходит из координаты множества, из координаты двойственности, дуальности, и начинает смещаться в координату присутствия одинности. Потому что Бог, или по-другому абсолют, он цел, един, неделим, он всегда один, он ни на что не делится. И человек либо обнаруживает собой эту частоту, ипостаси, и координату, либо не обнаруживает. Третьего здесь не дано. Ну, давай посмотрим вот такой пример. Человек говорит, я писатель, да, или я режиссер. Естественно, вопрос будет какой? А что ты написал или что ты поставил? Человек говорит, ничего. Но такого не бывает, что человек писатель, и ничего не написал. Правильно? Потому что должно быть что-то, что подтверждает, что проявляет, формирует нечто, что будет отражать его писательский уровень, да, вот эту частоту писателя. Правильно? А смотреть всегда надо за персонажем, а не из персонажа. Потому что, еще раз говорю, Д'Артаньян ничего не может знать о Дюма. А вот Дюма знает и о себе, и о Д'Артаньяне. И на эту частоту нужно выйти. То есть Дюма таким образом познает разные грани самого себя, создавая вот эту игру, этот сценарий и этих персонажей. Главное действующее лицо в виде этого Д'Артаньяна. Правильно? Так если вернуться к замыслу Божьему, да, или к замыслу Абсолюта, то, естественно, сознание бытия, что и есть Абсолют, это сознание хочет осознать самое себя. Находясь в статичном состоянии, это невозможно сделать. Должно произойти некий формат разделения, иллюзорное разделение. На самом деле никто ни на что не делится. Но лицом к лицу лица не увидать. Соответственно, должна произойти разница потенциалов, при котором возможно обнаружить, да, как бы, а кто я и что я. И потому для Абсолюта данная реальность, это как для человека ночной сон, да. То есть происходит какая-то игра образов, какое-то взаимодействие с этими образами. Да, что-то понятно, что-то непонятно, но тем не менее, сам сон преследует цель не просто пробудиться, а осознаться. Осознаться не в плане, что я Петя, Катя, да, там, Миша, Оля, а именно осознаться через призму одного, через призму Абсолюта, через призму Божественности себя. Но только это не должно происходить через ум, через мышление, через представление или воображение. И это происходит сущностно, на энергетическом уровне, на ощущениях тела, когда ты точно знаешь, что это так, а не просто, что ты подумал или логически до этого дошел. Ты знаешь, я сейчас добавлю, вот мне почему-то вспомнился фильм «День Суркад». Он, может быть, не совсем четко применим, но я хочу вот некие аспекты оттуда вытащить. Ведь смотри, с каждым разом, когда он погружался, проживал один и тот же день, да, он отшлифовывал свои какие-то возможности, какие-то способности, да. Он там ювелирно уже играл на фортепиано и там какие-то еще другие вещи. То есть он оттачивал, хотя по факту это был один и тот же как бы персонаж, один и тот же сон. Но, скажем так, уровень осознанности, да, качественная характеристика менялась. Я бы сказала, что эта божественность себя оттачивает что-то через образ, понимаешь, через вот этого персонажа. Потому что главное действующее лицо, ну, если можно так сказать, это истинно своя природа. То есть природа абсолюта. Но внешне в данной реальности это проявляется человеком. И всегда нужно это применять, исходя из позиции одного. Не кто там другой сосед, там дали знакомый, что-то делает подобное. А что происходит именно с тобой, если это применимо к тебе? А если это применимо ко мне, то, соответственно, что происходит со мной? И в этом и заключается вот этот алгоритм одинности. То есть абсолют познает самое себя через призму одного главного действующего героя. Здесь нет такого, что кто-то должен встретиться тебе, и этот кто-то возьмет тебя за руку и приведет. Нет, это все ты сам своим намерением создаешь то выражение, ту проявленную реальность, которая будет выглядеть таким образом, что это приведет тебя куда-то. Но это все равно все зависит только от самого тебя. Если тебя нет, то нет ничего, что могло бы по отношению к тебе происходить. Я еще хочу сказать, что человек находится в такой координате, находится в такой ипостаси. Еще раз говорю, это как прототип ночного сна у человека. И взаимодействие с этими гранями, с этими образами, персонаж постепенно начинает формировать такое излучение. То есть сам человек начинает чувствовать, что в этом излучении есть нечто помимо самого персонажа, есть нечто помимо самой личности, что есть некто, кто за всем этим смотрит, есть некто, кто может выбирать, продолжать эту игру или не выбирать, потакать или не потакать этому. И еще один нюанс. В данной реальности, ведь не случайно я это сравниваю с персонажем, со сценарием, с пьесой, всегда будет все крутиться вокруг взаимодействия с другими людьми. И к самым главным аспектам есть идея о любви. Я хочу особо подчеркнуть, что идея о любви и любовь это диаметрально противоположные вещи. Потому что пока человек обусловлен всем этим своим невезенем, этим ментальным погружением, своей персонажностью, он играет по правилам ментала. И он ищет то счастье, он ищет ту любовь, те отношения, которые он почерпнул как стартовую отметку в самом ментале. И пока он не дойдет до критической отметки разочарования, когда он уже устанет страдать, когда он устанет бегать и искать это счастье и взмолится, как говорится, внутрь себя, что же такое, чего же я не вижу, он не сможет обнаружить этот путь. Вернее, я бы сказала так, он не сможет стать самим этим путем. Путем тот, который ведет именно в дом себя изначально бытийного, всегда целого и всегда одного. Субтитры создавал DimaTorzok